друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.e меня зовут александр перед вами два смартфона это защищенные смартфоны от компании black view компания выпускает полноценную модель black view bv6000 и облегченную версию которую я сегодня буду рассматривать и акцент будет непосредственно на облегченную версию модель под названием black view bv6000 с я уже делал обзор на полноценный смартфон на полноценный bv6000 обзорчик разместим где-то здесь ссылочку и взятные основные нюансы по этому смартфону вы сможете посмотреть там здесь же сегодня сейчас я буду рассматривать модель black view bv6000 с и формат ролика у меня будет таков что я буду в по некоторым моментам по некоторым аспектам сравнивать его с полноценной версией и называть вам основные отличительные особенности начнем с того что поставляется эта модель в точно такой же коробке отличием является вот здесь вот с к и в спецификации модели технические характеристики несколько другие ну и везде будет мелькать у вас буковка с комплектация у них стандартная аналогичная друг другу это зарядка это юсб кабель это наушники юсб кабель с вот таким вот длинным штекером для того чтобы доставала все под разъемы micro usb также есть в комплекте от г кабель не обращайте внимание на то что поставляются вот в таком виде аксессуары почему-то аксессуары у нас в белом цвете все сделаны и коробка это она очень не загрязняет то есть у нас были случаи когда люди отказывались на почте по якобы состоянию то что телефон бушный ну то есть вот это вот новый телефон пришел к нам из китая и вот посмотрите в каком состоянии находится от г кабель телефоном абсолютно никто не пользовался буквально только что я перед обзором обновил вот эту пленочку то есть телефон полностью новый здесь лежит различная документация производителя и набор резиночек винтики и отвертки для того чтобы могли закрыть отверстие защиты по корпусу по дизайну две модели полностью идентичны начиная от материалов корпуса с металлическими вставками вот этими прорезиненными вставками закаленное стекло бронированная gorilla glass 3 все полностью идентичны эти модели полностью одинаковые отличить их можно только за счет того что сзади как правило есть вот такая вот наклеечка где в одном случае у нас буковка с другом случае у нас просто название bv6000 вот это вот тоже все металлическое и основное достоинство этого смартфона как я и говорил в обзоре о bv6000 полноценным это то что корпус действительно защищен он действительно противоударный противопыльный противоводный то есть полноценная защита ip68 по своим защищенным свойствам эти модели полностью идентичны это основное достоинство облегченной версии которая дешевле полноценной где-то на тысячу а то и тысячу плюс гривен опять же основным достоинством является то что вот это вот отверстие оно минимально занимает площадь и попадание воды возможно только здесь ну или в вот этих вот заглушечках которые можно закрыть нормально и вода туда не попадет сто процентов основные отличительные особенности этого смартфона опять же по поводу корпуса корпус этого смартфона шикарен никаких люфтов никаких скрипов здесь не присутствует основные отличительные особенности этого смартфона мы можем найти уже внутри основными отличительными особенностями являются начинка на мой взгляд по экрану эти два смартфона не отличаются Только отличаться могут они немножко матрицей Слева у нас в BV6000 матрица такая более теплая А справа у BV6000S матрица более холодная Ну и плюс разрешение дисплея полностью идентично Что ж, рассмотрим основные отличительные характеристики через программку Antutu Во-первых, смартфон BV6000 имеет более мощный процессор Набирает он, естественно, больше баллов Это в районе 50 тысяч, 47, 3, 9, 1 у нас показал BV6000S у нас построен на четырехъядерном MTK6735 Который в Antutu набирает всего лишь 33 тысячи баллов По техническим характеристикам Здесь установлен шестой андроид Установлен разный процессор Здесь установлен четырехъядерный 6735 Здесь восьмиядерный 6075 Точно так же отличается и графический ускоритель В BV6000S это Mali-T720 Разрешение дисплея здесь идентичное Разрешение камеры это у нас данные, показанные с интерполяцией То есть в камере BV6000 это 18 и 13.3 в BV6000S В BV6000S меньше оперативной памяти Здесь у нас 2 ГБ оперативки и 16 встроенных Против 3.32 тех же характеристик у BV6000S полноценного Здесь четырехъядерный процессор по 1.3 У BV6000S полноценного 8 ядер по 1950 По камерам тут реальной матрицы Реальная оптика 8.5 Мультитач тест одинаковый, 5 точек касания У нас больше эти смартфоны не поддерживают Наличие всех основных датчиков У BV6000S все это присутствует Все отлично работает Никаких проблем с этим у вас не возникнет Плюс ко всему смартфон имеет Поддержку NFC технологий Плюс ко всему есть OTG Кобелек, OTG разъем который работает В этом смартфоне точно такие же динамики Как и в BV6000 Никаких проблем с этим нет С микрофоном точно так же проблем нет Что касается производительности Естественно смартфон Blackview BV6000S Он менее производительный Потому что там установлен четырехъядерный Более простой процессор Но это и логично Потому что цена этих смартфонов Тоже значительно отличается Цена, разница в цене Тысяча, а то и тысяча сто Тысяча двести гривен Сейчас в продаже Идем дальше Не будем на этом зацикливаться Это не игровой смартфон В принципе То есть если вам нужна топовая модель То нужно покупать BV6000 Далее Я тестировал в этом смартфоне GPS С GPS все отлично Точно так же как и в BV6000 полноценном Я сделал скриншот Просто сейчас вам это все продемонстрирую По GPS Вообще нареканий никаких нет Спутники ловят быстро, четко Присутствуют GLONASS спутники Смартфон быстро обозначает точку на карте И все без проблем А вот теперь перейдем К одному из самых главных минусов Этого смартфона BV6000S По предварительным данным На коробках Везде в спецификациях этого смартфона Производитель заявил Что он имеет точно такой же аккумулятор На 4200 мАч Точно такой же как в BV6000 Но то что выдает нам по факту смартфон Я тестировал этот смартфон В популярной программке Antutu Testers Которая у меня показала рекордно низкие баллы Это 3277 баллов Вся фишка в том что Моя программка, которой я тестирую аккумулятор Она разряжает смартфон со 100% До примерно 15-19% Фишка этого смартфона в том Это скорее всего баг, глюк Но вот такая вот диаграмма разряда Когда я запустил в смартфоне Epic Citadel Он у меня разрядился С 100% до 1% И после 1% Еще практически столько же Даже больше, дольше Работал в режиме 1% И вот в целом Результат аккумулятора В целом показался Очень даже достойным Точно таким же как это показывает И делает Blackview BV6000 Обычный Как пишут многочисленные отзывы На форумах Что этот смартфон со временем После там нескольких циклов Зарядки-разрядки Это все стабилизируется И нормализируется Но изначально Вот будет у вас Вот такой вот коллапс И в принципе Это лучше чем Смартфон держал бы там Вот такой вот адресок Как у меня показал Antutu Test По поводу камеры Как и предполагалось Камера лучше У БВ6000 Полноценного Потому что Матрица установлена Более дорогая Я сделал Две фотографии Где просто Отчетливо все видно И все понятно С одинакового расстояния Одинаковую точку С одинаковой фокусировкой Вот Изображение Samsung Здесь вот такое И На этом телефоне У нас Изображение Вот такого качества И перейдем Немножко ниже Где у нас есть Кое-какие надписи Здесь вот прям Мыло-мыло Когда мы приближаем Ну а здесь Хоть что-то там Да видно А тут прям Мыло-мыло Поэтому по камере Однозначно тоже Blackview БВ6000 С слабее Но и это Облегченная версия Я напоминаю еще раз Компания выпустила Два супер популярных Супер крутых смартфона Blackview БВ6000 И БВ6000 С БВ6000 С по своей цене Отличается Где-то На 1000-1200 гривен В продаже Компания сохранила Полностью Дизайн И выполнила Действительно Два супер Защищенных смартфона И многочисленные Положительные Отзывы От всех наших Клиентов Говорят о том Что да Действительно Это реально Крутой Противоударный Защищенный смартфон На данный момент Мы не меняли Ни одного Экрана На Blackview БВ6000 И БВ6000 С Таких запросов От наших Клиентов Не поступало Здесь можно Также провести Некоторую Аналогию Со смартфоном Blackview БВ5000 Который По техническим Характеристикам Плюс-минус То же самое Как и БВ6000 С По Ударопрочности Тот смартфон Хромает Экраны Обращались Люди Многочисленные Обращения По поводу того Что нужно Менять экран Роняли Били И экран Лопался То есть Вывод такой Что Если вам нужен Топовый Флагманский Защищенный Смартфон На сегодняшний день БВ6000 С Вам не подойдет Для вас Компания Сделала Полноценный БВ6000 Если вам нужен Просто Хороший Противоударный Защищенный Действительно Защищенный Смартфон По защите IP68 То есть Отличная Защита От воды С хорошим Провязиненным Корпусом С металлическими Вставками То тогда БВ6000 С вам подойдет На этом Будем заканчивать Спасибо вам За внимание Спасибо что досмотрели До конца Подписывайтесь На наш канал Покупайте Blackview БВ6000 И 6000 С Если вы хотите Действительно Защищенные Смартфоны В руках держать Оставайтесь с нами Будем Стараться Снимать вам Обзор Новинок Всех Смартфонов В нашем Ассортименте На этом все Спасибо Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры